всем привет меня зовут роман если вы смотрите этот ролик значит вы находитесь на канале стрельникова романа которым мы рассказываем о наших кроликах и не только сегодня я хотел бы поговорить на такую тему как что не нужно делать при содержании кроликов это будет небольшой анти ролик в нем в нем я постараюсь показать те ошибки которых нужно избежать кролиководом для того чтобы заниматься успешно данным видом деятельности я сейчас нахожусь в крольчатнике и сейчас начинаем съемку смотрите этот ролик до конца будет интересно в конце ролика я сделаю небольшой анонс на ту тему которую мы осветим следующем ролике ну а сейчас начинаем если вы используете в своем хозяйстве бункерные кормушки для кормления кроликов комбикормами или различными зерносмесями то в процессе работы есть одни момент когда вы используете комбикорм очень часто от этого комбикорма остается просыпь и вся эта просыпь просыпается вниз кормушки в частности на кормовой стол вот мы вы можете это сейчас видеть на экране вот видите что остается просыпь от этого комбикорма и эту просыпь кролики достаточно плохо едят поэтому периодически эти кормушки нужно чистить обращайте пожалуйста на это внимание иначе ваши кролики будут потреблять комбикорм в недостаточном количестве не так как вам хотелось бы для того чтобы решить проблему с просыпью в комбикормах достаточно иметь вот такие отверстия на дне кормушки через которые будет вся эта мука просыпаться вниз и она не будет забивать кормовой стол второй момент на какой я хотел бы обратить ваше внимание если вы у себя хозяйстве используете сена и даете его не и задаете его не через сенник как это делаем мы а даете непосредственно на пол крольчатам и кроликам то вы можете наблюдать вот такую картину при нерегулярной чистке все это сено будет натрамбовываться и затруднять работу частности если у вас есть сетчатый пол то все эти отходы должны проваливаться вниз либо под клетку либо на поддон но если у вас клетки вы вы не убираете регулярно у вас остается вот такая подушка то на этой подушке будут скапливаться все отходы вот мы вы можете это видеть в зимнее время года это не сильно доставляет дискомфорт животным когда наступает теплое время года это достаточно проблемная вещь потому что вся эта подстилка начинает преть здесь клетки создается излишняя влага и кроликам становится некомфортно просто элементарно они могут у вас заболеть падает иммунитет и кролики начинают заболевать вот что касательно сена еще хочу показать вам плюсы и минусы использования сена я эту клетку показывал вам в одном из предыдущих роликов и вы можете видеть что несколько дней не убирал здесь образуется вот такая достаточно большая масса которую нужно будет чистить она соответственно доставляет определенный дискомфорт как правило обслуживающего персоналу то есть вам кролиководы да сейчас я хочу вам показать такой момент это у нас уличная клетка и вот здесь буквально недавно мы попытались почистить все сено которое накопилось за время морозов то сейчас началась на улице оттепель и вы можете видеть что в клетке достаточно сыра то есть сырые доски у нас тут хоть и частично сплошной пол частично сетчатый но тем не менее вода не проливалась потому что на улице мы вынуждены использовать вот такие поилки потому что ниппельные замерзают а задней части вот мы вы можете видеть здесь где у нас сетка там ничего нет а все основные проблемы скапливаются вот в этом месте поэтому при выборе пола делать его из досок или сетки обратите пожалуйста на это внимание вот я хочу сейчас вам показать наша старая клетка где у нас вообще полностью деревянные полы то есть вы можете видеть что здесь происходит и все вот это нужно будет выкинуть потому что кролик это не потребляю здесь нет ни сенника здесь у нас нет ни кормушек для комбикорма и здесь у нас мы по поение осуществляем из тарелок это у нас одна клетка такая осталась мы от нее сегодня в этом году избавимся следующий момент на который я хочу обратить внимание если вы своем хозяйстве используете для поения животных какие-то определенные емкости которые ставятся в непосредственно в корм в клетку то есть это то всякие тарелки миски всякие то обязательно нужно следить за тем чтобы она была закреплена в противном случае вся эта вода будет выливаться в клетке будет сырость и у вас будет дискомфорт в обслуживании а у кроликов дискомфорт при жизни частности я специально сейчас не стал убирать в этой клетке несколько дней оставил тарелку снял поилку и сейчас я вам покажу то что может образовываться при неэффективном использовании воды вот у нас поддон который расположен под клеткой для сбора на мочи и кала и вы можете видеть вот она вся эта влага она скапливается здесь она будет испаряться и будет доставлять кролику дискомфорт будет излишне излишне камеака и соответственно кролики ваши могут заболеть а вот сейчас можете увидеть вот здесь у нас клетки висит поилка вот такая поилка ниппельная и можете видеть что происходит здесь в поддонах стоит здесь сухо излишней влаги нет теперь хочу обратить внимание ваши вот на поилке которые мы у себя используем если вы у себя используете такие же поилки или какие-то другие очень часто в поилках вот этот ниппель который отвечает за доступ воды забивается его нужно периодически проверять вот так вот подойти и нажать пальчиком проверить течет вода или нет бывает очень часто что он забивается просто из-за плохого качества воды в плане кормушек я хотел бы отметить еще такой момент то есть высота кормушки вот от этого бортика до сетки должен должна быть невысокой она должна обеспечивать свободный доступ крольчат комбикорму в противном случае они у вас будут позже расти и слабо набирать вес также помимо кормушки я хочу обратить внимание на пасть на высоту поилки то есть вот это расстояние от ниппеля до пола должно быть не более 25 сантиметров в этом случае крольчата будут иметь свободный доступ к воде и также будут хорошо и употреблять вот таким получился наш сегодняшний ролик я попытался в нем рассказать те нюансы которые нужно на которые нужно обратить внимание при содержании животных чтобы не совершать ошибок в первую очередь я сегодня попытался показать вам ошибки которые можно может совершить любой кроликовод своей работе подводя итог сегодняшнему ролику я хотел бы сделать небольшое небольшие выводы сделан из показанного и хотел бы вам сегодня свои рекомендации высказать то есть при выборе паения я бы рекомендовал все таки комбикормом или зерносмесью это выбор любого кроликовода самостоятельно он должен сделать при выборе кормушки я бы все-таки рекомендовал бункерную кормушку из которой комбикорм либо зерносмесь будет постепенно поступать кроликом и самый немаловажный нюанс который я хотел бы обратить вам внимание это выбор между уличным и содержанием животных в помещении в своей практике он мы сталкивались с содержанием животных и на улице и в помещении и сейчас у нас пока еще есть скажем так частично у нас животные сидят в помещении это кроликоматки и молодняк а на улице сидит частично кормочный молодняка сидят самцы но при выборе варианта содержания животных я бы все-таки рекомендовал вам обратить внимание на содержание животных помещений это и удобнее вам в зимнее время либо в осеннее когда идет дождь или идет снег вам за шиворот ничего не будет сыпаться вам будет удобнее обслуживать клетки в частности чистить чистить отходы от животных вам будет удобнее поить их потому что в помещении вода практически никогда не замерзает если мы используем на улице поилки ниппельные то они абсолютно точно замерзнут зимнее время года в летнее время года конечно они будут обслуживаться хорошо но тем не менее зимой вы не сможете дать кроликам оптимальное количество воды ну а на сегодня это все я был рад видеть всех на своем канале хорошо спасибо что досмотрели это видео до конца а в следующем видео мы постараемся поговорить с вами о болезнях кроликов пожалуйста подпишитесь на канал поставьте лайк на поставь нажмите на колокольчик чтобы оповещение о новых роликах вам приходили ну а на сегодня это все всем пока вы были на канале стрельникова романа